Этот бунт вспыхнул внезапно. Таким методом студенты вырезали протест. Они требовали вернуть задержанного ранее однокурсника, подозреваемого в краже. Студенты выкрикивали угрозы и забаррикадировали все лестничные марши, устроив настоящий погром. Мы не сами это все устроили, мы просто им сказали, пока не отпустите человека, мы вас отсюда не выпустим. Все, они давай вызывать ОМОН, не ОМОН, тут все такое. И все это до такого дошло. По словам молодых людей, усмиряя вспыхнувший бунт, полиция пошла на штурм третьего и четвертого этажей. По данным же полиции, сотрудники проникли в здание, через запасной ход и сумели подняться на верхние этажи. Оперативники беспределят наших парней, приходят не на кого дело закрыть, они любого берут и бьют. Вчера было последней каплей, то, что они закрутили и дубинкой толкали пацану. То, что конфликт, переросший в сопротивлении полиции, возник из-за задержания подозреваемого, подтверждает и дежурный воспитатель. Проверяла по комнатам, ходила. Но здесь полиция мне корочку показала, не сказали, кого там ищут и так далее. А потом они схватили Алешу, закрутили ему руки и наручники надели. И тогда дети все сбунтовались. И мальчишки, и девчонки. Десятки сотрудников МВД в общежитии мясомолочного техника получают последние инструкции. Их задача не допустить осложнение ситуации. Четыре студента выбрались на крышу общежития и угрожали спрыгнуть, требуя от полиции покинуть здание. Еще один студент угрожал выброситься из окна. И это были не единственные угрозы от протестующих. А вы идите пока больше! Можь, стойте сюда! Бедный, скрывай, буду нож! Можь, стойте! В официальных комментариях МВД поясняет, что более десяти человек устроили в общежитии провокацию, выручая совершившего преступления товарища. Они разбивали мебель и окна порезали стеклом. Молодые люди отказывались подчиниться полиции. Молодые люди забаррикадировали в одну из комнат. Мы, в свою очередь, пригласили представителя данного техникума, который их знает. Ну и буквально в течение, скажем так, нескольких минут они открыли дверь. В данное время задержано четыре активных участника сопротивления. Причины и обстоятельства произошедшего расследуют сотрудниками МВД и Следственного комитета. Намсарай Намсараев, Влад Бадмаев. Новости дня.